Что теперь надо делать? Теперь надо объединить наши знания о прямой Эйлера и об окружности 9-10. Если вы сейчас вспомните, как у нас там располагались точки пересечения высот, точки пересечения медиан и центр описанной окружности. Было такое? Да. А сейчас у нас появилась еще одна точка. Кроме точек HOM, H – точка пересечения высот, O – центр описанной окружности треугольника ABC, M – центр тяжести, точка пересечения медиан, есть еще точка D. Обычно ее в учебниках называют O9 – центр окружности 9-ти точек. Надо понять, как этот центр расположен по отношению к этим трем точкам. Кто-нибудь сможет сообразить? Вы рисуете, посмотрите. Посередине между оборотами и треугольниками. Почему? А, вы нарисовали, посмотрели. Ну, а вдруг вы криво нарисовали? Ну, вы просили, чтобы рисовать, а вы со своими компьютерами. Не-не, нарисовать на компьютере – хорошая игра. Ну, понимаете, всегда лучше иметь точное доказательство. Компьютер может, возможно. Потому что бывают такие случаи, когда у вас почти верно с огромной точностью, а все равно в какой-то момент результат разойдется. Вообще, в жизни всегда лучшее, что можно доказать наверняка, доказывать наверняка. Потому что, действительно, до многих вещей можно догадываться. Понимаете, что, скорее всего, примерно так и будет. И так далее, и так далее, и так далее. Но всегда намного лучше, когда можно строго доказать, то доказать. Как расположена точка D по отношению к тем другим точкам. Это трудная штука, но, может быть, что-то не сообразит? Да. Между тем и чем? Между какими точками? Там точек три штуки. H, O, M. Их три штуки. И как они между собой расположены, мы уже помним. Давайте я нарисую отрезок, помните или нет? Была точка O, там была точка H, и надо было этот отрезок разбить на три равные части. Помните или нет? Какая из этих точек, это точка M? Которая ближе к O. Что? Ближе к A. Ближе к точке O, это точка M. И так считаете? Да. Кто может быстро вспомнить? Потому что там написано. Где там? О, чертеж остался. Коль, укажи. Чертеж остался. Действительно так нарисовано. Здорово. Ну, хотя бы с этим нет проблем. А давайте там нарисуем точку D. А давайте. А давайте. А давайте. А давайте. А давайте. Мы там нарисуем окружность девяти точек. Вернее, коль. Да? Нет, мы. Нет, ребят, это же известная вещь. Если он, это часть, это один из нас, правда? Да. Значит, мы. Мы. Да. Мы в лице. Так. Да? Нормально? Нормально? Отлично. Так. Окружность нарисована. А вот теперь, как понять, где у нее центр? Это те самые середины отрезков. Понимаете, да? Соединяющих вершины с точкой H. Просто, понимаете, если чуть-чуть позже не нарисовать точки, то ее окружность лучше через них проходить будет. Конечно. Так. А теперь, главное, где у нее центр? У нее центр на середине вот такого отрезка. А как понять, как он пересекает? Это тяжело. Он вот здесь пересекает. Где? Здесь. Какой-то точкой. Ну да, это вот наша та самая точка О9. А как понять она, во-первых, как она расположена по отношению к точкам О, М, H? На картинке она где-то между H и M. Правильно? Господа, подсказка. Надо опять смотреть на какое-то преобразование. Идея такая. Что вы делаете, чтобы получить... Слышите меня? Чтобы из вершины треугольника получить точку с двумя штрихами. Связь между треугольником А2 штриха, B2 штриха, C2 штриха... Вот посмотрите, пожалуйста. Подойди, пожалуйста, к этой картинке. Вот этот треугольник А2 штриха, B2 штриха, C2 штриха. Как соотносится с исходным треугольником А, B, C? Ну, его стороны в два раза меньше. То есть, он получается исходного... Его стороны в два раза меньше, да. Он получается из исходного гомотетий с центром в точке H и коэффициентом 1 в 2. Надо в два раза сжать большой треугольник. Да. А значит, куда при этом переходит центр окружности? Центр О переходит в О9. Правильно. Значит, надо идти направо и в два раза приблизить точку О к точке H. Вот здесь будет та самая точка О9. Получается, что для того, чтобы у нас все было понятно нарисовано, надо нарисовать отрезок длины 6. Да, да, да. Два к одному к трем. ОМ. Это как бы два... Не надо стирать точку, она понятная. Да, 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 вот меленько. Надо нарисовать 6 точек и взять два к одному к трем. Пожалуйста, посмотрите все на чертеж еще раз. Если мы каждую вершину треугольника АВС в два раза приблизим к точке H, то от этого треугольник АВС перейдет в треугольник А2' АВ2' С2'. Ну и все получится, да. Между прочим, то же самое можно объяснить по-другому. Если рассмотреть... Нет еще какой-то другой понятной поворотной гомотетии, которая переводит окружность... Наверное, сцену в точке M. Абсолютно верно. Покажи на картинке. Где у нас точка пересечения медиан? Точка пересечения медиан, да. Какое преобразование надо сделать, чтобы у нас все хорошо получилось? Нам нужно перевести вершину точку А в точку А'. При этом одновременно надо В перевести в В', а С в С'. Как называется такое преобразование? А' В' и здесь С'. Центральная симметрия с сжатием в два раза. Абсолютно верно. Надо повернуть на 180 градусов и в два раза сжать. Покажи, как это делается. Точка А при симметрии относительно M переходит куда-то вот туда, и сжимаясь в два раза, переходит в А'. То же самое, точка С на 180 градусов поворачивается и сжимаясь переходит в С'. Ну и так далее. И значит треугольник АВС переходит в треугольник А' В' С'. Так? А значит центр переходит в центр. Значит точку О надо симметрично отразить относительно точки М и в два раза приблизить. Так, идем проверяем. А, ну потому что центро описанная должность в центре. Да, да, давай, давай. Да, центро описанная двора описанная, да. Да. Проверяем. Надо взять точку О, отразить относительно М и в два раза приблизить. Все сошлось. Уговорил? Все, спасибо. То, что я сегодня рассказал, я считаю абсолютно полезным уроком геометрии. Потому что большинство из вас, я уверен, узнали сегодня очень много всего интересного. Да? А вот урок геометрии, который, надеюсь, у большинства из вас будет где-нибудь классик. Ну, у кого как-то увидел в девятом, в десятом, в одиннадцатом. Теорема Фейербаха. Оказывается окружность, которую мы с вами здесь исследовали, обладает следующим замечательным свойством. Она не просто проходит через все эти девять точек, она касается вписанной окружности треугольника. И всех в ней вписанных. Ага. И всех в ней вписанных. То есть, когда ты смотришь, кажется, что это вообще с чего бы это. Если продлить вот так вот стороны и нарисовать окружность, которая здесь будет касаться продолжений стороны, то она умудрится здесь коснуться с окружностью девяти точек. Если нарисуете вписанную, то она тоже, я даже не знаю, как здесь точно рисовать, но, в общем, господа, она где-то там то же самое коснется окружности девяти точек. Итак, с каждой в ней вписанной и с вписанной. Эта окружность касается одновременно четырех интересных окружностей. Вписанных и всех трех не вписанных. Теорема Фейербаха. Вот, спасибо. Спасибо.